Здравствуйте дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Геомир. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Сегодня мы с вами отправимся в очень таинственное, интересное, загадочное такое место. Это остров Сокотра. Вот здесь вот он у нас находится. Здесь я уже сделал несколько меточек вот таких вот. Посмотрим сейчас очень интересные места. Вообще по этому острову конечно нужен очень большой такой обзор. Место невероятно красивое, загадочное. А какие здесь загадки находятся, мы с вами их все абсолютно разберем. В самом начале давайте с вами все-таки обратимся к официальной информации, что это за остров. Это небольшой архипелаг из шести островов. Поделен на два района и относится к республике Йемен. Сложен в основном кристаллическими породами. Давайте вначале рассмотрим как выглядит остров вот так с высоты 124 километров. Представляете какая высота мы рассматриваем. Ну и по чуть-чуть давайте рассмотрим структуру его. Ну что, здесь кристаллические породы, да, в основном все представляет полностью остров. Но хотя есть и зеленые участки по острову. И мы потихоньку пробежимся по всем интересным местам. Но более интересные места, конечно, я вот разместил вот в этой области, считай, в самом центре острова. Вот Google нам карты достаточно неплохо дают возможность рассмотреть остров. Отдельные какие-то участки вот так, в принципе, как бы немножечко изменены. А так картинка довольно-таки яркая. И мы можем четко фактически рассмотреть. Спуститься пониже, рассмотреть структуру даже гор. Посмотрите, вот такие вот кристаллические породы здесь наблюдаются. Кроме этого, на острове мы можем увидеть песчаники, скальные породы или останцы непосредственно в воде. Если приблизиться к скаловым породам, то можем наблюдать, как лава стекала вот здесь в океан и формировалась, постепенно застывая. Посмотрите. Да, вулканы здесь давно потухли. Но их последствия и масштабы действия, конечно же, поражают. После себя они оставили вот такие вот замечательные пляжи. Заливы и лагуны поражают своей красотой и привлекают сюда, конечно же, множество людей. Но на самом деле эти земли, к сожалению, мертвые. И какого-то качественного здесь отдыха, какого-то сервиса, конечно же, не будет. Это дикие пляжи и мертвые земли. Есть также прибрежная полоса с такой вот мелкой галькой и кристально чистым океаном. Посмотрите на эту красоту. Какая вода. Вот на таких замечательных барханах отдыхают люди. Конечно же, есть и местные жители, и туристы, но их очень мало. В каньонах гор можно встретить вот такие удивительные оазисы. Это просто пристанище для страждущего путника, который пересекал безжизненные долины в жаркую погоду. Красота этих мест просто завораживает и дает повод для множества размышлений. Отдельные элементы жизнедеятельности людей посреди зловещих и безмолвных гор кажутся несколько удивительными. Прибрежная полоса острова представлена не только какими-то песчаниками или галькой, но и вот такими мощными горными массивами. Горные массивы, конечно, весьма разнообразны на острове Сокотра и не перестаешь удивляться им. Но мое внимание внезапно привлекли вот такие вот каменные образования. Посмотрите, в принципе, это каменные какие-то насыпи. Откуда взялись валуны вот посередине такого вот лесного массива уже фактически, а не горного? Как вы думаете, для чего они здесь? Для чего их насыпали? Здесь мы видим какой-то вроде бы как загон для скота. Откуда взялись вот эти вот камни? Что это такое? Это погребальные какие-то образования? Либо для чего-то для другого это сделано? Какие ваши будут версии? Напишите в комментариях, пожалуйста. А вот подобные горные образования очень похожи на столовые горы. Посмотрите, как они выглядят. Но это не так. Это совершенно иного строения горы. Обратите внимание, сколько дельфинов плавает вокруг этого острова. Буквально двигаясь вдоль побережья, открываешь все новые и новые какие-то изумительные пейзажи. Посмотрите, как выглядит это побережье и дальше. А здесь обнаруживают совершенно иную структуру гор. Пожалуйста, пермаидальное образование. Что меня еще удивило, просматривая этот остров. Посмотрите, какие странные здесь строения. То ли это строится, еще то ли наоборот все заброшено. Очень странно. Но фактически людей мы не видим, если бы это все строилось. Опять же совершенно иная. Такая слоистая порода гор. А вот здесь обнаружил местную заправочную станцию. Вот таким образом она выглядит. Да, безусловно, есть определенные поселения на этом острове. Чем тут люди занимаются. Но нужно более детально изучить, конечно же, информацию. Но вот так же обнаруживают такие вот строения очень странные. Очень похоже, конечно же, на жилые массивы. С другой стороны очень похоже на военные казармы. Возможно это такое? Как вы думаете, что это может быть, друзья мои? Здесь проходит дорога. Край побережья. А вот здесь вот мы с вами очутились в большом городе уже. Здесь совершенно другой вид скальных пород. Посмотрите. Скорее всего, это просто-напросто окаменевшая глина. Считается, что некоторые горные массивы образовались благодаря вулканической активности. Другие же сформировались из-за тектонических каких-то разломов. И были вытолканы непосредственно из глубины земли. На протяжении миллионов лет водная эрозия точила горные породы, превращая остров Сокотра в удивительную другую планету. Некоторые горные породы просто требуют детального изучения. Стоит вникнуть в эту структуру, посмотреть из чего они состоят и вдуматься, как все это формировалось на протяжении миллионов лет. Только на острове Сокотра можно встретить сочную зелень, сочетающуюся с песчаными барханами и также горными массивами. Кроме того, путешествия вдоль берега можно встретить различные виды пещер, которые стоят в себе многовековые тайны. Красота этих мест просто завораживает. Причем, если даже рассматривать и бывать в этих местах как в солнечную погоду, так и в пасмурную. Ради таких белоснежных пляжей хочется посещать это место снова и снова. Мир Сокотры представлен удивительной флорой, но ее мы с вами рассмотрим во второй части нашего большого путешествия по этому замечательному и загадочному месту.